Часто видел неподобающие поведения лиц хавказской национальности в Москве. Связано ли это с уровнем образованности? Гора, я думаю, это связано с уровнем твоей... Все упрекают нас, что мы всегда говорим на своем, в присутствии человека, другого нации. Почему наш язык умирает? Потому что мы не говорим на своем языке, на самом деле. Мы говорим просто на непонятном для нечеченцев языке. Но редко можно сегодня встретить компанию чеченскую, двух человек или более, которые говорили бы исключительно на чеченском языке. Это очень редко. И мало того, что ты не увидишь это где-то на улицах, когда молодежь встречается, ты теперь не видишь это на официальных мероприятиях, это не видишь, это на каких-то совещаниях, которые проводит Кадыров. Но нет этого всего. Мы не видим уже каких-то изданий, которые бы исключительно выходили на чеченском языке. Я сейчас не говорю о Марше Радио. Да, Марше Радио – это респект. Это единственная, по-моему, такая компания, которая вещает на чеченском языке, понимая, что вещая на чеченском языке, у них будет маленькая аудитория. Они это прекрасно знают, но тем не менее они трудятся, над этим не оставляют. Это большой респект им за это. Это действительно приятно бывает зайти там, посмотреть новости, почитать просто, чтобы послушать чистую чеченскую речь. Это бывает приятно. А так, в основном, очень редко сейчас мы видим такие мероприятия. И в большинстве, опять респект нашим европейским чеченцам, здесь мы видим, что, когда проходят здесь какие-то мероприятия, организовывают какие-то политические силы или общественные силы, мы видим, что здесь пытаются, стараются говорить исключительно на чеченском. Мы видим даже, когда даются какие-то интервью официальными лицами, допустим, Закаевым. Например, Закаев, если дают интервью Марше Радио, Закаев исключительно говорить на чеченском языке. И это приятно, слышать за это респект. Но этого очень мало. Видите, я могу называть даже фамилии конкретные, места, где это. А на самом деле это должно было быть в порядке вещей. Поэтому язык, да, вымирает, к сожалению. Возвращаясь к тому, на каком языке у нас говорят, когда встречаются люди, у нас говорят на таком смешанном русско-чеченском языке. И даже если русский человек будет стоять, он, в принципе, смысл того, о чем мы говорим, поймет. Если мы не будем пытаться это от него завуалировать, то он поймет, о чем идет речь, потому что очень много слов бывает на русском языке. Все говорят на чеченском. В моем селе вообще не говорят на русском. Да, перестань. В моем селе, если найдутся несколько человек, которые будут говорить на чисто чеченском языке, они не вклинивают туда каких-то русских слов, то это редкость. Есть еще такие люди, мы не говорим, что это вообще нет. Но мало, к сожалению, это очень мало. По идее, у нас для поддержания нашего языка у нас должен был быть не день чеченского языка, на который у нас наряжаются Кадыров и его свиты, наряжаются в черкесский, там, национально-чеченскую одежду, или в последний раз вообще в кольчугу он там оделся. И какие-то там проходят концерты, увеселительные мероприятия. Не так это должно было быть. Поддержание чеченского языка должно было происходить за счет телевидения, которое вещало бы только на чеченском языке. Различные издания, интернет-издания, радио, газеты. В общем, все в такой вот всестороннее, прям агитация должна была идти чеченского языка. Документы, воборот, должны были вестись на чеченском языке, возможно, параллельно там или как угодно. В общем, в школах как-то очень серьезно должен был преподаваться чеченский язык. Каким-то таким образом это должно поддерживаться, а не какими-то увеселительными мероприятиями, когда мы наряжаемся в какие-то наряды, приходим, смотрим концерты, и потом расходимся по домам и на год забываем об этом. Ты гонишь по поводу того, что почти никто не говорит на чеченском, на чистом чеченском. Ну, ладно. Допустим, что я гоню. Я говорю на чеченском языке, всегда делаю замечания, друзья, без города. Какую чечню ты бы хотел видеть, точнее, и какие нынешние чеченства, например, ты поставил бы главой этой республике? Я не отвечаю на такие вопросы, я не называю никакие фамилии, я не делаю кому-то сейчас вот эти вот пиар-акции, это не мое. Любой человек, любой мусульманин из нашего числа может быть правителем в нашей стране. Любой. Его могут звать как угодно. Гора. Хотел бы задать вопрос по поводу мигрантов с Ближнего Востока в Европе. Почему люди, относящие себя к мусульманам, ведут себя столь неуважительно к Европе? Насилуют, убивают, грабят. Часто видел неподобающие поведения лиц хавказской национальности в Москве. Связано ли это с уровнем образованности? Гора. Я думаю, это связано с уровнем твоей приверженности пропаганде. Тому вот, насколько тебя пропаганда российская обработала, так ты и мыслишь. Я живу в Европе, здесь нет никаких вот, о чем ты говоришь, каких-то мигрантов с мусульман, которые ведут себя неуважительно, в Европе насилуют, убивают и грабят. Вот ты знаешь, здесь, я не скажу, конечно, в целом, что я доволен тем, как они себя ведут. И, безусловно, среди них, и такие люди тоже есть наверняка. Но вот так вот эта проблема, как ты ее преподносишь, ее здесь нет. Она есть только в российских СМИ. Там ее пытаются так преподнести. И всякие праворадикальные партии, организации, которые тоже есть в Европе, они тоже пытаются педалировать эту тему, преподнося это так, что вот типа все беды от этой миграции, вот они приезжают там, и за счет этого у нас криминал растет. Хотя отчасти они правы. И это, знаете, это как бы тенденция такая, когда есть, допустим, некая страна, у нее в этой стране есть хорошие люди, есть плохие люди, есть свои преступники, так и так. Потом приезжают мигранты из другой страны. Среди этих мигрантов также есть хорошие люди, есть и плохие. И когда к этим преступникам, которые и так здесь были, прибавляются еще те преступники, их становится больше. Соответственно, и преступности становится больше. Отчасти они как бы правы. Но вы-то преподносите эту тему так, как будто бы здесь вообще все ровно, не было вообще никакой преступности, все здесь было прямо все белые и пушистые, приехали плохие ребята с Ближнего Востока, и здесь появилась преступность. Но это не так. Да, ее, конечно, стало больше, по понятным причинам, которые я только что тебе объяснил. Но это неизбежный результат. И с этим, когда европейские страны подписывали конвенцию, они понимали, что это так будет. Они понимали, что миграция, она не будет способствовать уменьшению преступности. Они понимали это, то есть они знали, на что они идут. А так, в целом, я, конечно, согласен с тем, что приезжающие с Ближнего Востока люди, особенно с Африки, они, к сожалению, очень часто ведут себя не так, как хотелось бы мне, не так, как подобает вести себя мусульманам. Это действительно проблема, которая мне непонятна. Мне непонятно, почему они себя так ведут, почему в арабских кварталах во Франции грязно и очень некрасиво, а во французских, допустим, чисто и красиво. Я не знаю, почему так происходит. Мне тоже очень интересно знать ответ на этот вопрос. Про африканские кварталы я вообще молчу. Поэтому отчасти я, конечно, согласен с этим вопросом, но только отчасти. Не в такой форме, как ты его задаешь. Ты его задаешь прямо в типичной такой российской пропагандистской форме. Конечно, на самом деле дела так не обстоят. Часто видел неподобающее поведение лиц кавказской национальности в Москве. Связано ли это с уровнем образованности? Знаешь, я часто видел неподобающее поведение от лиц русской национальности в Европе. Как ты думаешь, чем это связано? С уровнем образования? Субтитры создавал DimaTorzok